Этот день для жителей села Джигинка стал по-настоящему особенным. В отглаженной рубашке с георгиевской ленточкой на груди на солдатском привале остановился ветеран Великой Отечественной войны Василий Кулькин. Почетный гость приехал не с пустыми руками. Привез российским бойцам упаковки с водой, которая так необходима, особенно в жаркую погоду. Вот эта служба, которой сейчас мы находимся здесь, на окраине дороги, она и предназначена для того, чтобы помогать нашим воинам, которые движутся по этой дороге и которые уходят защищать нас от фашизма, нацизма. Поэтому мы все, не только я, вся страна сейчас, у нас одна цель – добиться победы. А победа будет обязательна. Уже второй месяц подряд на этой кухонной плите день и ночь готовят различные блюда. Около полусотни женщин-волонтеров, не жалея силы времени, трудятся. Лишь бы наши солдаты были сыты и отдохнули после боевых задач. А в дорогу обязательно собирают набор, в который вкладывают средства личной гигиены, нескоропорчащиеся продукты и, конечно же, частичку доброты и домашнего тепла. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы это создали, организовали. Спасибо вам, всем девчонкам, которые здесь работают. Не за деньги, не за звание, не за какие-то там почетные грамоты, а именно ради наших ребят, ради тех, кто едет защищать нас, благодаря которым мы можем иметь возможность жить и развиваться. Проект, который реализовали жены военнослужащих и просто неравнодушные анапчане, получил поддержку мэрии курорта. Сегодня солдатскому привалу помогают местные жители и предприниматели Анапы. Один из них – Михаил Верхотуров. Руководитель дерево-перерабатывающего комбината регулярно оказывает состороннюю помощь. На этот раз в знак благодарности он подарил активисткам торт ручной работы и памятную книгу, исполненную в единственном экземпляре. В ней солдаты будут оставлять свои пожелания и благодарности. Будем считать, что сегодня у солдатского привала, ну как и у действующей войской части, есть знамя, появился тоже символ, правильно? Вот, назовем это символом единства фронта и тыла, символом единства нашего народа и символом победы. Мы все вместе творим добро, помогаем фронту, значит, все мы вместе с силой. За свой нелегкий труд каждую женщину также отметили благодарственным письмом. Однако праздник для них не повод отдыхать. Прямо во время мероприятия к привалу подъехал военный КАМАЗ. Девушки сразу устремились на кухню, чтобы встретить бойца по-домашнему. Это теперь стало частью моей жизни. Я очень благодарна всем людям, которые откликнулись. Для помощи нашего привала очень трогает до глубины души. Глаза солдат, когда они говорят спасибо. Все делаем для фронта. Я с удовольствием теперь каждый раз приезжаю сюда, чтобы здесь поработать, помочь ребятам. У меня там никого нет, но тем не менее это все наше, наша страна, наша Россия. И мы должны сейчас поддерживать тыл ребят. Поэтому только так. В будущем здесь планируют сделать комнату отдыха, а также увеличить количество посадочных мест в столовой. Все это с одной лишь целью, чтобы военнослужащие чувствовали поддержку россиян и вернулись домой с победой. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа-регион.